МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в нашем выпуске. Вернуть долг за должность перед работниками Чуваши автотранса погасит в ближайшие месяцы. Тротуары и дороги в Чебоксарах приступили к ремонту дворов. Библия Ночь 2019. Республика присоединилась к всероссийской акции в поддержку чтения. Инфляция в Республике достигла 101,4%. Стремительного роста цен в перспективе не предвидится, отмечают эксперты. Сегодня в Доме правительства подвели предварительные итоги социально-экономического развития Чуваши за первый квартал. Подробности у Дмитрия Ковалева. Как и прогнозировали, в начале года строительство жилья набирает обороты. В первом квартале в Республике было введено 110 тысяч квадратных метров. И спрос на квартиры продолжает расти. Еще один критерий социально-экономического развития региона – промышленный комплекс. Объемы продаж увеличиваются на предприятиях машиностроительного сектора. Устойчивый темп роста показателей по-прежнему обеспечивает промторактор «Вагон», где выпуск подвижного состава увеличился в три раза. В химическом комплексе Республики за первый квартал 2019 года отгружены продукции на сумму 6,3 миллиарда рублей. С начала года снижается спрос на электротехнику. Это временный спад отмечают в Минэкономразвитии Республики. Большинство предприятий продолжают формировать объемы заказов на третий квартал. До 30% снизилось производство кабелей кабельной арматуры, электродвигателей и прочего электрического оборудования. На восстановление ситуации в электротехнической отрасли по итогам года уже повлияет рост производства наукоемкой электротехнической продукции для высокотехнологичных секторов экономики. На повестке дня и корректировке бюджета Республики доходная часть казны выросла более чем на 1 миллиард рублей. Собственные доходы с учетом данного уточнения составят 29,7 миллиардов рублей. Они увеличиваются на 180 миллионов рублей. Это поступление акций с заводом алкогольной продукции. По расходам 55 миллиардов 675 миллионов рублей. Государственный долг составит 11 миллиардов 604 миллиона рублей. Безвозмездно из федерального центра Республика уже получила более 24 миллиардов рублей. А это говорит об эффективном взаимодействии с правительством страны, отметил глава региона. Еще есть там возможности, чтобы эти средства привлечь, для того, чтобы правильно и своевременно, качественно реализовать все эти мероприятия национальных проектов. После уточнения бюджета многомиллионные суммы направят на строительство детских садов, ремонт больниц, реализацию проектов, общественных инициатив. Приоритеты и поддержка моногорода Канаш. Это прежде всего касается инфраструктуры, это канализационные сооружения, очистные сооружения. И реально моногород полностью подготовит всю инфраструктуру для развития бизнеса. Чтобы не затягивать реализацию проектов, документацию необходимо подписывать вовремя, отметил глава региона. Бюджет должен расходоваться эффективно. Люди ждут ввод объектов, люди ждут благоустройства всех территорий, люди ждут от нас, как мы обещания свои будем выполнять, будем создавать красоту по городской среде, по благоустройству территорий. Закон на проект о республиканском бюджете рассмотрят депутаты Госсовета. Очередная сессия намечена на 30 апреля. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. Задолженность перед работниками Чуваш Автотранса планируют погасить в ближайшие месяцы. Как решаются проблемы предприятия банкрота, сегодня обсудили члены правительства. В арбитражный суд республики подано обращение о пересмотре приоритетов при реализации активов предприятия. Позиция правительства республики – погашать долги по заработной плате раньше налоговых отчислений. Активы Чуваш Автотранса сейчас оцениваются в 400 миллионов рублей. Полагаем, что реализация конкурса массы где-то в пределах 190 миллионов рублей и изыскание дебюторской задолженности позволит полностью погасить задолженность. По крайней мере, надо перед конкурсным управляющими, перед собой и Минтрансом ставим такую задачу, что в июне-в июле зарплату необходимо погасить. Составлен график о погашении задолженности по заработной плате в течение 2019 года. Прошу руководителей органов исполнительной власти в недельный срок актуализировать эту информацию. При отказе руководителей предприятий представить конкретный план о погашении заработной платы. Долги перед семьюстами работниками Чуваш Автотранса превышают 79 миллионов рублей. Почти половина из этой суммы – оплата во время простоя предприятия. За это время вырос основной объем задолженности по заработной плате. 17,7 миллионов рублей – это выходные пособия, 13,6 миллионов рублей заработной платы и 13,3 миллиона рублей компенсация за неиспользование отпуска. Это несмотря на то, что если взять два года, в 2017-2018 годах предприятию было выделено из бюджета 155 миллионов рублей. Современно не были приняты ряд ключевых решений, в том числе при сокращении штатов. По сокращению штатов, при прекращении перевозочной деятельности не реализовывались мероприятия по финансовому оздоровлению. За 65 дней до начислить десятки миллионов рублей. И теперь это висит долгие. Надо было, согласно трудового законодательства, принять все те меры со стороны директора Чуваш Транспорта, со стороны министра транспорта. Все должностные лица, независимо от того, работают они сегодня, не работают, они должны нести ответственность. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с представителями Коммунистической партии России в Госдуме Федерального собрания нашей страны. Глава региона отметил, что Чувашское отделение Коммунистической партии принимает активное участие в жизни республики. Ваши фракции в Государственном совете по разным темам поднимают вопросы. В основном, в целом, если взять, это конструктивная критика, которую мы воспринимаем по отдельным вопросам, разрешаем. Наша цель – повысить, улучшить благосостояние граждан, жителей Чувашской республики. И в нашей совместной деятельности мы работали над этими вопросами и рассчитывали на то, что и дальше также будем сотрудничать. Депутат Госдумы России Валентин Шурчанов рассказал о законотворческой деятельности. Так, он был одним из разработчиков законопроекта о поправках в федеральный закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации. Закон приняли в первом чтении, да. Индивидуальные предприниматели, помните, да, с 1 июля должны были все кассовые аппараты поставить. Ну, так как никак не получается, жалоб очень много. В конечном итоге Макаров в согласии правительства мы сейчас написали. Он там, я автор, потом это самое, хор там. На два года мы передвигаем внедрение кассовых аппаратов. Предлагается продлить срок неприменения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для не имеющих наемных работников индивидуальных предпринимателей, реализующих товары собственного производства, выполняющих работы или оказывающих услуги. Участники беседы обсудили и другие темы, в том числе параметры федерального и республиканского бюджетов, общественно-политическую обстановку в Чувашии. В республике не исключают введение режима чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых. Сегодня об этом заявил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Специалисты ведомства обследовали посевы на площади 68 тысяч гектаров. Большая часть озимых погибла. Прогнозная площадь гибели составляет около 38 тысяч гектаров. Это больше 500 миллионов рублей, если даже пересчитать, в шести муниципальных районах. На утро сегодня ЧАЭС уже ввели. Основные районы вводят сегодня также ЧАЭС. В Чувашии увеличилось количество пожаров из-за пала сухой травы и сжигания мусора. Виновных привлекают к административной ответственности. Только за прошлую неделю оштрафовали 16 человек. В Государственном комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям призывают жителей соблюдать правила безопасности. У нас уже есть два случая гибели из-за пала травы. Правда, пока правоохранительные органы занимаются. Это предварительно. И три случая получения ожогов тоже по этой же причине. Такого у нас не было уже давно. Поэтому хотелось бы, убедительно просьба к жителям Чувашской республики, тем более погодные условия нынче такие, что трава сухая, почва сухая, ни в коем разе не сжигать мусор, сухую траву на территории у себя, в огороде, на дачном участке. Сельхоз, товаропроизводители ни в коем разе не производить пал травы без принятия соответствующих мер. То есть опашка, вода, контроль и все остальное. В Красночитайском районе только из-за одного случая сжигания мусора сгорели пять дачных домиков. С 1 мая в республике вводится особый противопожарный режим. В регионе ограничат посещение лесов и запретят разводить костры. Тема продолжим в программе «По существу». Смотрите интервью с заместителем начальника Главного управления МЧС России Пучувашей Николаем Петровым сразу после информационной программы «Республика». Чебоксары продолжают готовиться к наступающим праздникам. Субботники в эти выходные прошли во всех районах города. Так, в Ленинском порядок наводили возле базового проезда по улицам Ленинского комсомола, пристанционной в поселке Новые Лапсары. В Калининском районе массовая экологическая акция объединила активистов и депутатов Чебоксарского городского собрания в Кадетском парке. Чего только не найдешь среди деревьев в парке. Чаще всего это бутылки, упаковки, отжившие свое кормушки и поилки для птиц, кем-то оставленный гардероб. После зимы парк похож на склад подкинутых вещей. Уже несколько недель подряд в субботу выходим на субботник. Хочется очистить город от мусора, потому что в парках обычно люди выбрасывают мусор, не убирая за собой, и мы исправляем это. Кадетский парк или роща за универмагом Шупашкар в прошлом году по голосованию жителей вошел в топ общественных мест, которые необходимо благоустроить. Это место не просто так выбрано городом, а именно как общественное пространство, которое выделили сами горожане на выборах. Это место в протяжении людей. Я считаю, что весь город должен быть убран и быть чистым. В рамках старых добрых традиций, раньше это называлось коммунистическим субботником, но в любом случае он обязывал навести порядок после зимы на своих закрепленных территориях, на своих придомовых территориях. Сегодня это называется экологический месячник. Как ни назови, цель одна – общими силами очистить город. На субботники в выходные вышли более 10 тысяч горожан. Экологический месячник продлится до 19 мая. В сторону дороги пойдемте. В год 550-летия Чебоксар такие акции должны быть постоянными. Они должны проходить в каждом дворе, на каждой улице. И организовать их можно и с депутатами, и с городской администрацией. Но еще приятнее, когда организуют это сами люди, сами жители. После генеральной уборки приступят к озеленению. К лету в Чебоксарах планируют высадить 110 деревьев и более тысячи кустарников и создать десяток новых озелененных территорий. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. 32 двора отремонтируют в этом году в Чебоксарах по муниципальной программе развития транспортной системы. О ее реализации говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. Возглавляет список Калининский район. Ремонта ждут 13 дворовых территорий. По всем объектам подрядчики определены. Из бюджета города выделено 25 миллионов рублей. На эти средства обновят тротуары, дороги, сделают парковки. На сегодняшний день по трем адресам. Это проспект 9-й пятилетки дом 2, проспект 9-й пятилетки дом 2, корпус 3 и проспект 9-й пятилетки дом 4. Теперь полностью завершена работа по демонтажу бордюров, по фрезерованию территории, предполагаемой к ремонту. После проведения аукционов удалось сэкономить 4 миллиона рублей. Районные администрации сформировали дополнительный список из 9 дворов. Техническая документация готова, подрядчик определят в начале мая. Сроки завершения работ по всем адресам 1 августа. Будем осуществлять выезды, также контролировать. Ну и приемка работ, как мы уже утвердили для себя, только с участием председателей домовых комитетов общественности. Без их подписей работы у подрядчика не принимаются. Глава столичной администрации отметил, всего в городе нужно отремонтировать около 200 дворов. Так что необходимо готовить заявки на будущее. Татьяна Леонтьева, Алина Сусмета, ОБХТР, Велиев, Республика. В воскресенье 21 апреля поздравление с днем рождения принимал глава Чувашской митрополии. Митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Митрополит Варнава в миру Владимир Викторович Кедров родился в Рязанской области в семье потомственных священнослужителей. При его активном участии в Чувашской митрополии восстановлены 7 монастырей. Чебоксарское духовное училище открыто более 200 приходов. По благословению митрополита в епархии создан православный миссионерский центр. Открыты дома милосердия для престарелых и обездольных прихожан. В этом году день рождения митрополита совпал с вербным воскресеньем. Ему исполнилось 88 лет. Самыми первыми его поздравили воспитанники детского сада номер 174. В этом детском саду занимаются православным воспитанием. В рамках образовательной программы «Социокультурные истоки» ребята изучают историю и основы христианской религии. Дети пожелали митрополиту долгих лет жизни. Кадеты столичной «Сош» номер 37 надели больные платья и закружились в ритме вальса. Кадетская весна в этой школе проходит впервые, но ее уже планируют сделать традиционной. Юным танцорам от 7 до 12 лет. За плавными движениями скрываются долгие часы тренировок. Танцевать кадеты начинают с первого класса. На занятиях по хореографии они учатся держать осанку, осваивают танцевальные па. Классический венский вальс. Именно этот танец обязателен для участников конкурса. Причем в двух номинациях. Групповое исполнение и индивидуальное. Бал, пожалуй, самая красивая часть кадетской жизни. Ване Федорову очень понравилось танцевать. Но все же в кадет он пошел, мечтая стать военным, как его дядя. Ну, кадетский класс отличается тем, что там это дополнительная, это строевая подготовка, это ОБЖ. Я хочу научиться стрелять, разбирать, собирать автомат, маршировать хорошо. Такой балл школа планирует проводить ежегодно, а кадеты уже начинают к нему готовиться. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Тысячи россиян накануне провели ночь в библиотеке. Ко всероссийской акции, которая проводится с 2012 года, присоединились и республиканские библиотеки. Как пройти в библиотеку в три часа ночи? Раз в год такой вопрос россиянам не кажется подозрительным. С 2012 года в нашей стране проходит акция «Библия ночь». Национальная библиотека Чувашии такое событие никогда не пропускает. Тема этого года – весь мир театр. Как сказал министр культуры России Владимир Мединский, книга и театр неразделимы. О чем пишут, мы говорим? Да, в сцене. Чинить хочу его. А, будьте осторожны, Василий Петрович. В Петербурге девушки все хороши на вид. А как выйдут замуж, сразу видно. Воспитание не то, вовсе не то. Пока в актовом зале ученики детской школы искусств давали беду от нежного сердца, на втором этаже театр книги играл сцена из гоголевского «Ревизора». «Желаю здравствовать». «Мое обожжение». «Извините». «Ничего». «Обязанность моя, как городачальника здешнего города, заботиться, чтобы проезжающим и всем изгородным людям никаких притеснений». В этот вечер можно было не только посмотреть представление, но и самому пройти отбор в театральную студию «Яролаш». Таня громко плачет, уронила в речку мяч. Чисто Танечка не плачет, не утонет в речке мяч. Борис Сахадер – скрипач. У меня сосед скрипач. Да какой еще? Хоть плачет. Я звал его играть в футбол, а он, конечно, не пошел. Я занят, к сожалению, готовлюсь к выступлению. Театр – тема основная, но не единственная. В библиотеке давали мастер-классы, играли в шахматы и проводили квесты. Участников с каждым годом становится все больше, и программы-организаторы готовят все разнообразнее. Главная цель – это показать людям, что библиотека – это современно, модно и очень интересно. Всего в Чувашии к акции присоединились около 10 библиотек. Ольга Пырочкина, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова